Производство компании Argos Televisión. В главных ролях Данна Гарсио, Хосе Анхель Льямос, Ксимена Рубио, Разбитые сердца. В фильме также снимались Анна Сьючетти в роли Фернанды, Хулио Брачо в роли Сесара, Энрике Синхер в роли Рохелио, Евангелина Мартинес в роли Челло, Хотан в роли Серхио, Карина Мора в роли Алехандры, Карлос Деламото в роли Хермана, Луис Херардо Мендес в роли Игнасио, Анхелис Марин в роли Эрнестины, Паку Маури в роли Амадора, Патрисия Мареро в роли Филомены, Алехандро Кальва в роли Танки и другие. Авторы сценария Луис Зелкович и Лаура Соса. Композиторы Эрнесту Анания и Вилли Колон. Операторы Маурисио Манесес и Родриго Куреева. Режиссеры Моисес Орки Суркиди и Пабло Гомас Саенс. Одну минуту, господин судья. Я хочу кое-что сказать. У вас есть право. Прошу вас. Спасибо, господин судья. Если бы меня спросили, кто из двух этих женщин, двух матерей, был прав, я бы ответил, обе. Но никто не подумал обо мне. Я один из приемных родителей, как и Нелли. Отец, готовый на все ради жизни его ребенка. Никто не может сомневаться в материнстве Нелли. Потому что я знаю, как сильно она любит сына, как она заботилась о нем, поддерживала его. И поэтому Нелли права. Но и Ауру упрекать нельзя. Никто не вправе делать то, что с ней сделали в 16 лет. Она была ребенком. У нее есть право пытаться вернуть упущенное время, вернуть упущенную любовь сына. Ведь он ее частичка. Маленькая частичка ее самой. Я говорю это, потому что очень люблю эту женщину. Но кто-нибудь подумал о самом мальчике. Я бы хотел, чтобы мы закрыли глаза и задумались об Эстебане. Что мы делаем со Эстебаном? Что чувствует мальчик? Что он думает? В чем нуждается? Нам следует поставить себя на его место и попытаться посмотреть на все его глазами. Это все, что я хотел сказать. Я принимаю предложение. Ваше предложение в силе, синьорита? Да. Это и было моим последним решением. Опекунство над мальчиком получает его биологическая мать, Аура Эчари. Если ни у кого нет возражений, слушание объявляется закрытым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, синьора, я понимаю. Не беспокойтесь, у меня тоже есть причина, чтобы сделать последнее, о чем вы просите. Это не так просто, Эрасмо. Там много свидетелей. Поэтому надо быть очень осторожным, чтобы все прошло как надо. Конечно, синьора. Жди моего звонка. Я сообщу тебе подходящее время. Держи свой телефон рядом, Эрасмо. Да, синьора. Хорошо. Теперь ты рад? Нет. Здесь нечему радоваться, Милли. Они смогли забрать у меня сына, чтобы отдать его ей. Тебе это удалось. Синьора Филомена, я хотела сказать спасибо за ваши показания. Спасибо. С вами хочет побеседовать судья. Диана Лацкарай-де-Лемантур. Тебя тоже зовут Диана, правда? Мы с твоей мамой были хорошими подругами. В чем дело, синьора? Ни в чем. Просто прилегла. Легкая слабость. Помоги мне, нужно измерить давление. Не подходи ко мне. Не оставляй меня, Диана. Помоги мне. Мне нехорошо. Мне хочется пойти в свою комнату. Я хочу умереть. Хочу умереть. Успокойтесь, синьора. Я хочу умереть. Господин судья. Синьор. Дважды в месяц вам нужно сообщать о благополучии ребенка. Вы должны позволить синьоре Нелли видеться с ним, когда она захочет. Так как с ней больше нет Серхио Гарса. Разумеется. Конечно. Прошу вас. Можно поговорить с вами, синьор адвокат? Конечно, синьор. Это все, синьорита. Благодарю вас. Спасибо. Аура. Я искал тебя, нам надо поговорить. Нет, я так не думаю. Нам нужно обсудить, как ты передашь мне мои деньги, то есть деньги Нелли. Я не должна обсуждать это с тобой. Об этом я договорюсь с Нелли. Я ее законный представитель. Что? Это так? Законный представитель? Ты должен сидеть в тюрьме. Для этого существует залог, милочка. Не называй меня милочкой. Еще раз смеешь тронуть меня или моего сына. Я найду способ отправить тебя за решетку, Серхио. И ты уже не сможешь откупиться, клянусь. Как пожелаешь, милочка. Но разговор не окончен. Я люблю тебя. Мы могли быть счастливы. Для тебя существовали вещи важнее счастья. Например, твои неукротимые амбиции. Ты не видела простых вещей в жизни, которые порой намного важнее. Нет смысла говорить об этом. Адриан, тебе ничего не нужно. Это меня и беспокоило. Я любила тебя. Я люблю твою семью. И что ты с ней сделала? Ну вот. Все готово. Ты будешь получать небольшие ежемесячные выплаты из доли тех акций, которые тебе передала Аура. Что значит? Небольшие выплаты. Это больше, чем ты представляешь. Нелли, прекрасная сделка продать сына за мелкие ежемесячные выплаты. Не нужно ее расстраивать. Не вмешивайся, мерзавец. Пойдем, Серхио. Скажи ей правду. Какую? Скажи ей обо всех условиях. Давай. Откуда ты узнал? О чем он говорит? Ну, давай. Что же ты? Какие условия? Какие? Что за условия? Этот идиот не может видеться со Стебаном. Пойдем. Адриан, мне нужно поговорить с тобой. Не сейчас, Каролла. Я не в настроении. Почему ты меня избегаешь? Так будет лучше. Для тебя, не для меня. Я люблю тебя и хочу быть только с тобой. Я думаю, ты храбрая, умная и очень красивая женщина. Но ты знаешь, что я люблю другую Каролла. Послушай, я люблю тебя как друга. Ты спасла мне жизнь. Я этого никогда не забуду. Но прошу, не заставляй меня отплатить тебе вот так. Адриан, я лишь хочу, чтобы ты знал. Если что-то не сложится у тебя с Аурой, можешь на меня рассчитывать. Спасибо. 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 Адриан, я хочу поблагодарить тебя за твои слова. Ты не должна меня благодарить, я говорил это от всего сердца, это было у меня внутри. Я хочу, чтобы ты знал, ты можешь видеться с сыном, когда захочешь. Видеться? Спасибо. Представляешь, что такое иногда видеться с тем, кто минуту назад был всей твоей жизнью? Он мой сын. Что мне делать, когда придет время забрать его из школы? Куда я пойду? Кому я буду рассказывать сказки на ночь? Кто будет обнимать меня и говорить, что я лучший в мире отец? Кто теперь поможет мне радоваться жизни? Кто? Адриана, я не хотела, чтобы все так было. Никто не хотел, но это случилось. Ты проделала славную работу, прекрасную работу, Аура. Ты все очень точно продумала, использовала слабое место Нелли, отдала ей часть наследства в обмен на своего сына. Это было так просто. Ты предложила ей то, от чего она никогда не смогла бы отказаться. Ладно. Я соберу вещи сына. Спасибо. Горячий воздух весит меньше, чем холодный. В баллон закачивают горячий воздух, и он поднимает кверху самолет. Почему у вас такие лица? Какие лица? Мы странно выглядим, разве? Вроде все в порядке. Продолжай собирать самолет, и объясню, как устроены крылья. Мальчика отдают Ауре. Он оставляет нас. Наш мальчик уезжает. Дорогая, мы будем с ним видеться. Аура будет позволять нам. Это уж совсем не то. Так будет лучше для Эстебена. А это самое главное. Все будет хорошо, успокойся. Вау. Привет, принцесса. Привет. Сессор помог мне все это повесить. Тебе нравится? Очень нравится. Когда Эстебен увидит это, он очень обрадуется. Челли, ты не хочешь помочь мне надуть еще шариков? Конечно, мои сладкие. Он волнуется перед приездом Эстебена. Да, я бы тоже хотела просто радоваться. В чем дело? Не знаю. Мне страшно, папа. Я не знаю, смогу ли стать хорошей мамой для Эстебена. Как ты можешь так говорить? Ты разве не заметила, что ты уже сделала для Пекина? Он чувствует огромную любовь. Как ты можешь не быть прекрасной мамой? Я все же поговорила с Адрианом. Не то, чтобы наши отношения испортились. Просто эта женщина... Я не знаю, была ли я права. Не знаю, правильно ли я поступила с Нелли. Возможно, это сильно задело Адриана, и он не сможет с этим смириться. Он благоразумный человек. Мы все знали, что будет нелегко. Да, но я говорю не о разумности. Я забрала у него любовь всей его жизни. Но ведь он останется его отцом. К тому же Адриан тебя любит. Я тоже люблю его. Но это невозможно. Наши отношения не восстановить. Мы сделали друг другу больно. Послушай меня. Оставь эти мысли. Не обращай на эти глупости внимания. Нам нужно держать себя в руках. Нельзя дать Эстебу не увидеть нас такими. Как же мне вести себя? У меня все разрывается внутри. Милая. Милая. Где Эстебан? Он в своей комнате. Вы говорили с ним? Нет, не говорили. Это твоя обязанность. Объясни ему, почему судья забирает его у нас. Пойдем наверх, Арнестина. Тебе надо отдохнуть. Спустимся попозже к мальчику. Нет. Нет, нет. Мама, прошу, скажи мне, ну в чем дело? Будто тебе это важно. Конечно, важно, мама. Простите, синьора. Слыха в Богу. Две, две. Этого хватит? Вот. Теперь тебе станет лучше. Я принесу воды. Вот так. Попытайся заснуть, и тебе станет легче. Спасибо. Позвольте мне поговорить с ней. Спать. Мне нужен сон. Я хочу уснуть. Я хочу заглушить все эти голоса в моей голове. Мамочка. Все будет хорошо. Поспи немного. Спасибо. Ну что, приятель? Судья передал Лауре права на опеку. Да, я в курсе. Это значит, что Сверчок больше не будет здесь бегать. Мы больше не услышим его смеха. Он не поможет нам разложить отвертки. Но ничего не изменишь, правда? Все же я должен признать, что Крестнику лучше будет с Аурой, чем с Нелли. Кто знает, куда бы она его увезла. Конечно, я согласен с тобой. Я не могу злиться на Ауру, но мне все еще больно. Зайду к Сверчку. Вдруг придет Нелли и начнет скандалить. Я побуду здесь, дружище. Ну, как она? Наконец-то уснула. Ей все хуже и хуже. Она совсем потеряла рассудок. Да, мама, и будет еще хуже. Бабушке нужна квалифицированная помощь. Ей нужен режим. Я больше не хочу это обсуждать. Я говорила с твоим папой. Он приглашает нас к Ауре отпраздновать возвращение Стебена. Хочет, чтобы мы все там были. Прекрасно. Я сказал Рине, она нас встретит. Кажется, все стало налаживаться. Аура смогла быть со своим сыном. Она так этого хотела. Значит, я здесь больше жить не буду? Ты можешь приходить, когда хочешь, сверчок. Это твой дом. Если я скажу Ауре, что хочу прийти сюда, она разрешит? Не знаю, мой хороший, ты знаешь, как она... Она разрешит, и мы сможем видеться, когда захотим, сверчок. Значит, будем видеться каждый день, да? Ну, не каждый, но обещаю, при любой возможности, я буду приходить к тебе. Я буду скучать по тебе. И по маме. По бабушке с дедушкой. По своей комнате. Лучше, если бы я здесь остался и виделся с принцессой, и мама бы не расстроилась. Не переживай, сверчок. Все будет хорошо. Ты будешь счастлив, вот увидишь. А вы счастливы, что я уезжаю? Ну, что ты? Конечно, нет сверчок. Мы будем грустить, но нужно посмотреть на это с другой стороны. Ведь теперь у тебя будет два дома. Две любящих семьи. У тебя будет мама, которая будет любить тебя и заботиться. Ну, а твой папа всегда будет здесь. И мама тоже. Ладно, сынок? Какие игрушки ты хочешь взять, милый? Чучело животных. Мои самолеты и парусную шлюпку. Можно? Хочешь оставить что-нибудь? Дай пять, сверчок. Все хорошо? Они здесь, Адриан. Уже? Да. Они ждут. Попросите у них еще минутку, Дона Мадон. Хорошо. Сверчок. Вот список его любимой еды. Спасибо. Лук лучше резать мелко. Он не очень его любит. И никакой тяжелой пищи. У него очень слабый желудок. Хорошо. Не волнуйтесь. Я буду давать ему то, что он любит. Спасибо. Мой милый. С добрым утром. А что это у тебя? Что это? Вещи, которые мне собрала мама. Нелли, в этом нет надобности. Он часто будет приходить сюда. Хочешь, чтобы он все это оставил? Ему нужно будет что-то из привычных ему вещей, ведь поначалу он не будет чувствовать себя как дома. Попрощайся с бабушкой и дедушкой, дорогой. Мы очень тебя любим. Очень. Сходим как-нибудь за мороженым? За твоим любимым. Недалеко открылась новая лавка. У них есть самые разные виды. Попрощайся с мамочкой. Что ты сказал? Обещай, что не будешь злиться на бабушку с дедушкой и на папу. Обещаю. Когда ты придешь меня навестить? Милый. Мне нужно будет уехать по делам. Но я написала тебе свой телефон. Можешь звонить мне, когда захочешь. Я очень тебя люблю. Я люблю тебя, Сверчок. Только не забывай обо мне. Сверчок. Как я могу о тебе забыть? Ну ладно. Ступай. Ну, пойдем, мой хороший. Сверчок. Сверчок. Глупая старуха. Как она могла? Должно быть, сидит и смеется сейчас над нами. Прекрати нести чушь. Почему это? Она забрала у нас сына. Смотри, что она сделала. С мамой. Это твоя вина, что у нас забрали сына, а не чья-то еще. Ты говорил, что я хорошая мать, где из тобой. Теперь ты так не считаешь? Да, ты была хорошей матерью до тех пор, пока не стала жадной и эгоистичной. Аура заплатила судья, поэтому ей отдали мальчика. Нет, тебе одной здесь заплатили. Тебе предложили деньги за твоего сына. Теперь уже ничего не сделаешь. Конечно, не сделаешь. Надеюсь, этих денег хватит, чтобы возместить тебе эту потерю. Я никогда не думал, что все дойдет до этого. Адриан, Эстебан оставил свою книжку. Он так будет скучать по ней. Сюрприз! Добро пожаловать! Тебе нравится, Сверчок? Да. Лучше скажи «да». А то у меня щеки болят от надувания всех этих шариков. Дружище, подойди. Ты любишь футбол? Да, очень. Очень? Отлично. У нас для тебя есть подарок. Только покажи его всем. Футболка для Сверчка. Да, правильно. А вот еще одна. Это для... Пекина. Точно. А вот мяч. И перчатки. Ну, а это у тебя от бабушки. Фер. Она очень изобретательна. Какие замечательные подарки. Иди сюда, Эстебен. Обними меня. Добро пожаловать домой, чемпион. Посмотрим, любишь ли ты у нас мотоциклы. Нравится? Нравится? Вот это да. Да. Но sí, вообще. Я действительно, я не могу. Продолжение следует... За сказочную жизнь, которая нас ждет. Выпьем. Салют. Завтра же полетим в Майами. Останемся в прибрежном отеле на всю ночь. А потом отправимся на Карибские острова. Что скажешь, ты будешь просто богиней в бразильском купальнике, который я купил. Ну, не будь такой, я ждал этого недели. Пожалуйста, Сархио. Что ты делаешь, Нелли? Ты должна быть счастливой. Но я не счастлива. Совсем. Мне очень больно, что у меня забрали сына. Ты бы видел его лицо, когда она его забирала. Как я могла быть такой дурой? Как это могло случиться? Мой сын любит меня. Нелли, прошу тебя, вы сможете видеться. Это идеально. Видеть его когда угодно, но избавиться от препятствий. Он не препятствие для меня. Я люблю это препятствие. Ну, хватит. Ты сама этому не веришь. Если тебе так грустно, просто взгляни на свой счет в банке. Уверен, ты о нем забыла. Ну, вот все и разошлись. Уже поздно, Сесар. Думаю, и нам пора. Да, только домой я тебя не повезу. Ничего, я могу вызвать такси. Вызвать такси? А что, если я тебя ненадолго украду? Сесар. Что, Сесар? Поехали, выпьем немного, поболтаем, побудем. Романтичным. Не знаю, Сесар. Как не знаешь? Твоей маме точно не станет хуже, если ты денек не побудешь дома. Ну, что скажешь? Хорошо. Мы уезжаем. Вы уходите? Скорее попрощайся с бабушкой и дедушкой. Пойдем. Скажи пока, дедушки. Пока, мои хорошие. В субботу едем на футбол, так что будьте готовы. Спокойной ночи. Доброй ночи. Они такие милые, мама. До встречи. Пока. Береги себя. Пока, папа. Мне кажется, праздник удался, но теперь нужно отдохнуть. Пора спать. Можно еще чуть-чуть? Нет, думаю, уже хватит. Давайте почистим зубки, наденем пижамки и пойдем спать. Да, слушайтесь, мамо. Я скоро поднимусь, попрощаюсь с вами обоими. Только зубы почищу и приду. Попробуем. Окей. Привет. Мы забыли положить эту книжку в сумку-сверчку. Он ее очень любит. Раз он привык к сказкам на ночь, я подумал, что она тебе пригодится. Ты пришел занести мне книгу? Я объяснил, зачем принес ее. Не знаю, я надеялся, мы сядем и поговорим. И, возможно, поймем, как сильна наша любовь. Сейчас самое время простить друг друга. Правда? Я переживаю за тебя, Адриан. Сегодня я получила лучшую весть в своей жизни, узнав, что сын будет со мной. Но зная, что это значит для тебя, мне становится грустно. Да. Со мной было то же самое. Правда, я очень рад за тебя. Ну, мне очень сложно. Очень. Мы сделали много ошибок. Я люблю тебя. Поэтому для меня было так трудно понять и принять вашу связь с Каролой. Я чувствовала себя обманутой, потому что ты не сказал мне правду с самого начала, Адриан. К тому же, эта женщина всегда была с тобой в зале суда, на улице, где бы ты ни был. Что же мне было чувствовать, Адриан? Нет, я знаю. Я понимаю, но я хотел бы, чтобы ты меня поняла. Я уже говорил, что у меня ничего нет с Каролой. Она для меня ничего не значит. Конечно, она спасла мне жизнь. Это очень важно, но больше ничего. Я перед ней в долгу, но не более того. Да, я очень ценю, что ты сделал. Особенно тот бродяга, который помог мне спасти сына. Да, тот бродяга. Это был ты, Адриан. Эстебен сказал мне, ты рисковал жизнью ради моего сына. Не забывай, Сверчок и мой сын тоже. Да, Адриан, он наш сын. Сверчок. Ты сделал для него очень много. Он думает, как и его папа. Он считает, что пришло время понять друг друга и простить. Сверчок знает, о чем говорит. Я думаю, нам стоит попробовать все исправить. Ради нас двоих и нашего сына. Я запуталась. Мне очень трудно. Что-то во мне говорит, чтобы я бросилась к тебе. Обняла и сказала, что люблю тебя. Но другая половина меня говорит, чтобы я пока не делала этого. Сейчас я могу думать лишь об одном. об эстебене. Я рад, что твой сын теперь с тобой. Ну, как же мы? Давай немного подождем. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Прости, Нелли, я не знаю, что ей сказать. Я не понимаю, откуда такое лицо. Какое? Не понимаю. Ты хочешь продолжать жить со своей мамой? Как какая-то нищенка? Серхио, ты не угадал. Пойми, ты можешь купить дорогой дом. И не один, десять. Ты можешь даже купить дом в Верхинии. Столько всего изменилось. Я не знаю, как мне справиться. Не знаю. Послушай, для этого мы и устроим путешествие. Чтобы вместе над всем подумать. Я современный мужчина, Пекина. И думаю, что женская революция – это прекрасно. Будет здорово, если ты станешь клубным менеджером. Но самое главное, я рад, что ты наконец-то перестанешь танцевать. Поэтому я и сделала это. Давай отпразднуем. Да, давай. Я уже счастлив. Лишь знаю, что ты больше не будешь танцевать для всех этих парней. И больше не выйдешь к шесту. Может, мы с тобой по-другому отпразднуем? Нет, Танке, ты меня опять на полпути бросишь. Нет, в этот раз все будет иначе, милая. Ну, что скажешь? Я чувствую себя неловко в твоей комнате, Сессер. Кто знает, сколько женщин ты приводил сюда? Немало женщин. Да-да, конечно. Супер Сессер. Но они не заполнили ту пустоту, которую ты по мне оставила. Я никогда не переставал о тебе думать. Я тоже. У нас два варианта. Первый. Я сделаю тебе кофе. А второй? Что с ним? У него сильный жар. Он весь горит, иначе я бы не звонила тебе, Адриан. Посмотрим. Я позвонила Хулио. Не знаю, нужно ли везти его в больницу. Я не знаю, что делать. Может. Отравление? У него температура, но он говорит, что живот и голова не болят. Это не просто так. Хулио сказал, это у него от сильных переживаний. Думаю, это нормально. Наверное, трудно покидать маму, с которой ты всегда жил. Уже не беспокойся. Выпей со мной. Ты уверен? Да, не волнуйся. Ну что ж, я выпью с тобой, но ты должен показать мне свой значок. Конечно. Это твой пистолет? Да. А ты мне нравишься. Да, тебе очень понравится. Салют. Салют. Ну что, сеньора, куда едем? Не знаю. Сейчас решим. Я следил за механиком и знаю, где он сейчас. Он у вашей внучки. Ассессор Ичари. Ты знаешь, где он живет? Да, сеньора. Хорошо, едем. Разберемся с ними. Конечно. Если таблетки не помогут, повезем его в больницу. Нет, постой. Мне кажется, я знаю, что ему нужно. Что-то добре. Алло. Нелли? Да, это я. Аура? Нелли. Прошу тебя. Ты сейчас нужна Эстебену. Что с ним случилось? Ты нужна нам Эстебену плохо. Он и твой сын тоже. Умоляю тебя, приезжай ко мне домой. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Central Partnership. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok He tratado de olvidarnos consigo Quisiera irte a buscar, no me atrevo Quiero verte aunque sea como amigo Te doy todo por tenerte de nuevo Eres parte de mi alma y mi cuerpo Quizás te sienten completo Tú no sabes que por ti yo me muero Amor, acaba de llegar Para sanar un corazón Partido Corazón Partido Me va a matar Dime para donde me va a llevar Corazón Partido No llores más No vamos a fracaso con felicidad Corazón Partido Me va a matar Dime para donde me va a llevar Corazón Partido